Кассета 2 29-й том Творения Святых Отцов Творение Блаженного Феодорита, епископа Кирского Часть 4 Толкование на книгу Пророка Сафонии 1-я глава, 12-й стих, повторная страница 51 Будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем Не делает Господь ни добра, ни зла Здесь осуждает отвергающих промысел, осмеливающихся говорить, что все случайно Утверждающих, что Бог всяческих и не благотворит, и не наказывает Им Пророк угрожает расхищением истреблением домов и бесплодностью трудов Ибо говорит, и обратятся богатства их в добычу и домы их в запустение Они построят домы, а жить в них не будут Насадят виноградники, а вина из них не будут пить И чтобы не подумали, что наказание будет отложено, присовокупил Близок великий день Господа, близок и очень поспешает Уже слышен голос дня Господня Горького запьет тогда и самый храбрый Пророк назвал день великим, потому что подвергнулся в тот Никакому либо легкому вразумлению, но решительному наказанию Потом, чтобы привести слушателей в больший страх, описывает самый тот день День гнева, день сей, день скорби и тесноты День опустошения и разорения День тьмы и мрака, день облака и мглы День трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен Углами высокими называет порог башни, трубами же и воплем наименовал нашествие врагов Тьмой, мраком, облаком, мглой, прирожение бедствий При наступлении которых и солнца, бездирающих на него, не будет светло и день ясен Но все покажется исполненным мрака И поясняя это, пророк присовокупил И я стесню людей, они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет То есть не удостоится и того, что установлено законом Не будет им и погребения Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа И огнем ревности его пожрана будет вся эта земля Ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли И богатство не поможет богатым Потому что не получат за деньги избавления от бедствий Но как огнем, каким истреблены будут Божиим гневом, который населяющих землю подвергнет внезапной гибели Так угрожает им горестями А потом предлагает увещание прибегнуть к покаянию Глава 2 в Сафонии Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный Доколе не пришло определение День пролетит, как Мекина Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень Доколе не наступил для вас день ярости Господней Иные, не поняв этого места, слово «свяжитесь» перевели вместо «умоляйте» Но в большей части списков считается «свяжитесь» В слове этом подразумевается врачевание посредством врачебных составов и перевязок Понимаемое в смысле переносном Ибо мы находим это и у богомудрого Исаии Показываемую исцельность язв народа иудейского Взывает он Нет пластыря, который бы приложили И нет елея, которым бы смягчили Посему свяжетесь, говорит порог, врачебными составами и перевязками покаяния Вы, не ведущие доброго и не обучившиеся сему Предварите лицо его во исповедании Чтобы, подобно весенним цветам, не избегнуть и вам Не изгибнуть, когда постигнет вас Божий гнев В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы его В защите правду, в защите смиренно мудрее Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня Обратите взор на ничтожность своего естества На правоца своего, персть И в защите Создателя, богато отделившего вас столькими благами Потом учит пророк, каким способом можно взыскать Бога Суд соделывайте, правду защите Держитесь прямо души и справедливости Возлюбите жизнь, скромную и умеренную И примите за правило, следуйте этому до конца Ибо это значит, отвещайте Потом пророк показывает и плод от этого Ибо газа будет покинута, и оскалон опустеет Азот будет выгнан среди дня, и и окрон искоренится Если приступите к упомянутому выше покаянии То вы приобретете спасение А города и наплеменные потерпят предсказанное бедствие Горе жителям приморской страны и народу критскому Слово Господне на вас, Хананеи, земля филистимская Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей И будет приморская страна пастущим овчарником и загоном для скота Приморским называют пророк приморскую страну Потому что в Божественном Писании Ужем называется участок По обычаю ужем вымеривать землю и отделять каждому должную часть Посему, так как филистимлян, ведущих род от Ханаана Оставил Бог в приморской стране Как бы некую часть наследства, отделив им землю сию То пророк назвал их ужем морским Описелившихся с Крита пришельцами Потому что, как вероятно, в приморские города Приходили некоторые из Крита и поселялись там Посему и Ханааном, и ужем морским, и Критом, и пришельцами критскими Порок наименовал приморские земли в Палестине Которому угрожал запустением И достанется этот край остатком дома Иудина И будут пасти там И в домах Аскалона будут вечером отдыхать Ибо Господь Бог их посетит их И возвратит плен их Это пришло в исполнение по возвращении с плена Ибо в книгах Маковейских находим Что Иоанна Фан и Симона, владел Газой Аскалоном и Пталомаидой Подчинили их своей власти Точное же и неперерекаемое исполнение пророчества Можно видеть по вознесении Спасителя нашего И после проповеди святых апостолов Ибо они, шедшие из Иудеи Привитали в городах сих к вечеру То есть прежде скончания вечера Когда Бог всяческих презрел на язычников И освободил их от горького рабства и плена После сего пророк произносит приговор На мавитян и аммонитян Потому что они, будучи в сродстве с Израилем И ведя род от лота Радовались бедствием народа Божьего И изрекали хулы на Бога всяческих Будто бы иудеи не получили от него никакой помощи Потому, говорит Бог Слышал я поношение Моава и ругательство сынов Аммоновых Как они издевались над моим народом И величались на пределах его Посему Живу я, говорит Господь Савалов, Бог Израилев Моав будет как Содом И сыны Аммона будут как Гамора Достоянием крапивы Соленою рытвиною пустынею навеки Остаток народа моего возьмет их в добычу И уцелевшие из людей моих Получат их в наследие Это им за высокомерие их За то, что они издевались и величались Над народом Господа Савалово Мавитяне и Аманитяне имели своих царей Адамаск царствовал над всей Сирией Но все они не изложены вавилонянами Одним только иудеям Бог всячески даровал возвращение через персидского Кира Они снова пришли в святущее состояние Возвратили себе прежнюю власть И содержали в страхе все те народы Иудеи владели землей этих народов И они не в силах были противиться иудеям Поэтому-то Божье Слово предвозвещает Что мавитяне и манитяне будут преданы конечному разорению И Дамаску подобятся оставленному на гумне стогу Это-то потерпели они в нашествиях алдеев И о Дамаске говорит порог, что будет разорен вовек Потому что с этого времени и на все последующее время Утратит у себя царскую власть Не будет более обладать покорными ему народами Но сделается данником прежде царствовавших вавилонян Персов, македонян и ныне царствующих римлян Однако же и здесь пророчество прияло точное исполнение Через священных апостолов и их преемников, святых Ибо их и божественный апостол нарек останкам Представим пророчество, ясно возглашающее Если будет число сынов Израилевых, как песок морской Спасется только остаток Апостол толкует то, говоря Так же и в нынешнее время остаток по избранию благодати То же вещает владыкой устами блаженного Сафонии И оставил языка моего Остаток наследит их Потом истолковывает это яснее Страшен будет для них Господь Ибо истребит всех богов земли И ему будут поклоняться каждый со своего места Все острова народов Слова эти не дают место бесстыдному возражению иудеев Если скажут они, что по возвращении из Вавилона Многие из языкников, уверовав в Бога всяческих В Иерусалимском храме совершали законное служение То ясно изобличены будут во лжи своей Пророческое слово говорит, что поклонится ему каждый от места своего А это делается не по закону, но по евангельскому учению Потому что закон всех собирал в тот единый храм Господь же в Евангелии говорит Самарянке Истинно, истинно говорю тебе, женщина Пришел сейчас, когда и не в Иерусалиме, и не на этом месте Но на всяком месте будут поклоняться отцу То же взывает и богомудрый Сафоний Явится Господь на них, то есть на всех упомянутых прежде И на племенниках Филистимлянах, Мавитянах, Аммонитянах, жителях Дамаска И на всех прочих народах И истребит всех богов-язычников земных То есть города, не только находящиеся на твердой земле и приморске Но и те, которые среди моря К всему присовокупляет пророк И вы, эфиопляне, избиты будете мечом моим Означая же словом этим полчища демонов Сокрушенное приражением спасительного креста И поражение Божией и карой людей Очерненных в душе и бога борных Так превозвестив спасение язычников Пророк обращает речь к последовательности исторических событий И угрожает гибелью ассирианам Потому что Неневия не понесла еще наказание И прострет он руку свою на север И ничтожит Ассура И обратит Неневию в развалины Вместо сухое, как пустыня И покоить все будут среди нее стада И всякого рода животное Пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее Голос их будет раздаваться в окнах Разрушение обнаружится на дверных столбах Ибо не станет на них кедровой обшивки Признаками запустения служат все перед всем сказанное И пастбище, стад, и поселение разных зверей И гнезда ворон Но вся это, говорит пророк, потерпит Неневия За высокомерие души Потому что высокомерие ее уподоблялось кедру Потом, яснее изображая это, пророк присовокупляет Вот чем будет город торжествующий Живущий беспечно Говорящий в сердце своем Я И нет иного, кроме меня Как он стал разваленный логовищем для зверей Всякий, проходя мимо него Посвищет и махнет рукой Город и всякое царство, почитавший ничтожным и малым Думавший, что никогда не потерпит ничего скордного Потом, посмеиваясь над Неневией, говорит Как исчез И что бывает обыкновенно Всякий, мимоходящий, посвищет Потому что у людей в обычае При постигших сверхчаяния несчастья Свистать и поднимать вверх руки Так, предсказав о Неневии, пророк обращается снова к Иерусалиму Глава третья Сафонии Горе городу нечистому Я скверненному притеснителю Подлинно слез и сетов Недостоин город, который в счастье Был знаменит и славен Неоднократно спасаем богом всяческих И изобиловал духовными дарованиями Ибо предполагает, что пророк в именовании Голубицы дает разуметь, что это самое Или благолепие красоту города Потому что и голубь животное красивое А вероятно, пророк выразил и то Что как голубь охотнее селится в домах Стоящих отдельно Так и вы, иерусалимляне Когда живете благочестиво Усердно посещаете посвященный богу храм Потом пророк описывает При грешении, во-первых, непослушание Не слушает голоса Не принимает наставления На Господа не уповает К Богу своему не приближается А после всего зверство и несправедливость князей Князья его посреди него Рыкающие львы Судьи его вечерние волки Не оставляющие до утра ни одной кости Беззаконие и насилие Лживость и безбожие прорицателей Пророки его люди легкомысленные Вероломные Священники его оскверняют Святыню, попирают закон Ибо пророками называют лжепророков Потом нечестие и гнусная жизнь священников Но когда, говорит пророк, на все это Отваживается в Иерусалиме Господь праведен посреди него Не делает неправды Каждое утро являет суд свой неизменно Но беззаконник не знает стыда Скоро Господь наложит наказание на тех Которые отважились сделать столько худого Ибо слово утро-утро Пророк выразил скорость О словом во свете То, что совершится это явно, а не тайно И соделает это Господь Не излагая дерзость неправды И не попуская ей превозмогать до конца Я истребил народы Разрушены твердыни их Пустыми сделал улицы их Так что никто уже не ходит по ним Разорены города их Нет ни одного человека Нет жителей Как здания связываются углами Так власть опирается на успех в делах Посему, придавая расплений живущих горделиво Высоту их не зложу на землю Так что память о них не перейдет к потомкам И города их предам Совершенному запустению После таких угроз Человеколюбие снова увещевает И советует убояться сказанного И принять этот приличный для них урок Избегнуть угрожающей гибели Какую породило беззаконие Не медлить и не отлагать Но скорее принести покаяние Ибо говорит Бойся только меня Принимай наставления И не будет истреблено жилище его И не постигнет его зло Какое я постановил о нем А они прилежно старались Портить все свои действия Не бойся ассириан Которых множество поразил Я у врат твоих Потому что и листья их То есть избегших всего наказания Предам вавилонянам Итак Ждите меня Говорит Господь До того дня Когда я восстану Для опустошения Ибо мною определенно Собрать народы Созвать царство Чтобы излить на них Негодование мое Всю ярость гнева моего Ибо огнем ревности моей Пожрана будет вся земля Не думай Что не радею О делах человеческих Но жди и увидишь Что восстану Рассужу правдиво Сокрушу неправедное царство И моей ревностью Как бы неким огнем Очищу вселенную Еще яснее представляя Это присовокупил Тогда опять я дам народам Уста чистые Чтобы все призывали Имя Господа И служили ему единодушно Акилос, Адатион и Симах Перевели это яснее И Акилос, Адатион говорят Тогда ко всем народам Обращу избранные уста Асимах Тогда обращу к народам Чистые уста Чистыми же устами Называют уста Именующие Не богов Но Бога Подобное же Изрек Бог И устами Исаия Языки немодствующие Скоро научатся Говорить мир Тридцать двадцать двадцать четыре Еще Ясен будет язык Гугнивых Тридцать пять шесть Посему те народы Обученные многобожие Обратит и соделает Избранными и чистыми Так что все призовут Имя Господне И все народы Поработают Господу Подвигом единым И даже из-за речных Стран Эфиопии Поклонники мои Дети Рассеянных моих Принесут мне дары Обитающие на крайних Пределах земли Приняв учения Всюду рассеянных Мною проповедников Принесут мне Жертву хвалы Так перевел Исимах От концов Рек Эфиопских Молясь мне Чада рассеянных Мною Принесут мне Дар То есть Став чадами Рассеянных Мною Во все народы Проповедников Благочестия Принесут мне Духовные дары В тот день Ты не будешь Срамить себя Всякими поступками Твоими Какими ты грешил Против меня Ибо тогда Я удалю Из среды Твоей Тщеславящейся Твоей Знатностью И не будешь Более превозноситься На святой Горе Моей Когда Совершится это Язычники Сподобятся Спасения Тогда и вы Живущие В Иерусалиме Верою Прияв спасение Освободитесь От прежнего Злочестия Не будете Презирать Заповедей Моих И величаться Ветхозаветним Храмом А поскольку Не все Иудеи Вняли Впоследствии Евангельскому Учению То и это Ясно Предсказывает Пророк Не оставлю Среди тебя Но оставлю Среди тебя Народ Смиренный И простой И они будут Уповать На имя Господне Остатки Израиля Не будут Делать Неправду Не станут Говорить Лжи И не найдется В устах Их языка Коварного Ибо Сами будут Спастись И покоиться И никто Не потревожит Их И это Ясно указует Нам на Лико Апостольский Ублажая Который Владыка Сказал Блаженны Кроткие Ибо Они Наследуют Землю И еще Научитесь От меня Ибо Я кроток И смирен Сердцем И найдете Покой Душам Вашим Их ты Блаженны Сафония Называет Людми Кроткими И смиренными Потому что Не таковые Израильтяне Но люди Буйные И немудрые Второзаконие 32.6 И по словам Другого Пророка Жилы Железные В шее Их И лоб У них Медный Исайя 48.4 Этих То Свободных От неправды Пророк Называет Имеющими Язык Чуждой Льсти Поэтому Приобретший Себе Такой Народ Вместо Злонравного Дерзкого И Злочестивого Ликуй Черь Сиона Торжествуй Израиль Веселись И радуйся От всего Сердца Черь Иерусалима Бог Соделал Тебя Чистою От идолов И освободил От служения Губительным Демоном Отменил Господь Приговор Над тобой Прогнал Врага Твоего Господь Царь Израилев Посреди Тебя Уже Более Не увидишь Зла В тот День Скажет Иерусалиму Не бойся И Сиону Да не Ослабевают Руки Твои Господь Бог Твой Среди Тебя Он Силен Спасти Тебя Возвеселиться О Тебе Радостью Будет Милость Их По любви Своей Завелеванием Сетующих Оторжественных Празднествах Я соберу Твои Они На них Тяготеет Поношение Знаю Что иные Понимали Это возвращение Завелона И обновление Иерусалима И не противоречие Ими Сказанному Потому что Пророчество Преществует И совершившемуся Тогда Но точное Событие Можно находить Повод человечнее Нашего Спасителя Ибо тогда Сокрушенных Сердцем Уврачевал Господь Бани Поки Бытия Тогда Обновил Естество Человеческое Сколько Возлюбив Нас Что и Душу Свою Отдал За нас Ибо Нет Больше Той Любви Говорит Господь Как Кто Положит Душу Свою За друзей Своих Еще Так Возлюбил Бог Мир Что Отдал Сына Своего Единородного Дабы Всякий Верующий В Него Не погиб Но имел Жизнь Вечную И которые Впоследствии На то же самое Осмелились Против проповедников Истины Потому что Пророчество Имеет Двоякий Смысл Вот Я стесню Всех Притеснителей Твоих В то время И спасу Хромлище И соберу Рассеянное И приведу Их В почет И именитость На всей этой земле Поношение Их В то время Приведу вас И тогда Засоберу вас Ибо Делаю вас Именитыми И почетными Между всеми Народами Земли Когда возвращу Плен ваш Перед глазами Вашими Говорит Господь Спасение Человеков Зависит От одного Божья Человеколюбия Потому что Не в награду Правды Приобретаем То Но оно Дар Божьей Благости Поэтому Говорит Владыка Меня ради Спасу И приму И бывшую Мне чуждою Усвою Себе И садела Ее Именитую И у всех Славную Освобожу От прежнего Стыда И прежних Пленников И рабов Учинил Свободными И моими Домашними Это Это же Как сказал Я Даровал И возвратившимся Тогда Из Вавилона И после Сего Дарует Всем Человекам Потому что Порабощенные Древле Дьяволу Избавившись От того Горького Рабства Забыв Прелесть Многобожия Стали Мы Своими Богу Сделавшись Именитыми Поэтому Пророчеству У греков И варваров И бывшие Иногда далеко Стали Близко По слову Божественного Апостола Поэтому И нам Набежит Покориться Апостольскому Увещанию Ясно Взывающему Свободую Которую Христос Нас Освободил Стойте В ней И не Порабощайтесь Снова Игу Рабства Ибо Таким Образом Освободимся От Горького Властительства Мучителева И Служа Нашему Владыке Сподобимся Царства Небесного По Благодати Господа Нашего Иисуса Христа С Святым Духом Ныне И Всегда И Во Веки Веков Аминь Толкование На Пророка Агея Содержание Кир Первый Царь Персов Как Скоро Вступил На Царство Провозгласил Свободу Пленным Иудеям Если Кто Хочет Дозволил Им Возвратиться В Отечество И Вновь Создать Божий Храм Вне Всему Все Те Которые Были Скорблены Словесами Пророческими И Знали О Предреченном Возвращении Охотно Пошли И Поселясь В Иерусалим И Приступили К Созиданию Божья Храма Но Но Встретив К Препястие Со Стороны Живущих По Соседству И Наплеменников Особливо При Кировом Сыне Камбезе Который По Научению Этих Соседей Издал Указ Противный Родительскому Принуждены Были Оставаться В Бездействии По Прошествии Жедолгого Времени Воцаряется Дарий Сын Истаспов И Как Кир Дает Повеление Строить Божий Храм И 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 Вели К Кончанию Поэтому Ты Фарисеи Сказали Господу Сорок Шесть Лет Строился Храм Сей И Ты Лишь Три Дня Воздвигнешь Его И 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 Остановлены В этом деле Потом По Смерти Кира Камбеза И Царствовавших После них Магов Шестой Год Царствования Дария Строение Достигло Належащего Конца При этом Царе Подобился Пророчественной Благодати Богомудрой Агей И Его-то Устами Бог Всяческих Как Обвиняет Иудея В том Что Строение Храма Производят Медлительно Так Повелевает Бывшему В то же Время Народоправителям Зарававелю И Архиерею Иисусу Немедленно Заняться Храма Зданием И Обещает Что Соберет Кирусалиму Множество Разных Народов С Великим Обилием У них Денег И Всех Придаст Там Смерти А Богатство Их Предоставит Иудеям На издержки При построении Таково Содержание Этого Пророчества Точнейший Же Смысл Того Увидим При Подробном Истолковании Глава Первая Во второй Год Царя Дария В шестой Месяц В первый День Месяца Было Слово Господне Через Агея Пророка К Зарававелю Сыну Савасиили Управителю Иудеи И к Иисусу Сыну Иоседекову Великому Иерею До Пленения Пророки Написывали Годы Царей Иудиных И Израилевых По возвращении Из плена Поскольку У Иудеев Не было Уже Своих Царей Божественный Агей Выставляет Год Царя Персидского И упоминает Не только Год Но и месяц И день Желая Показать Не только Скорость Построения Но и Богатство Щедрот С каким Бог Всячески Дает Благословение Своё Созидающим Ибо Вскоре За этим Повелевает Иудеям Сделать Сравнение Что было У них До построения И что оказалось По окончании Того И на опыте Дознать В каком Недостатке Всего Необходимого Находились Они Отлагая Подпишение О храме И сколько Всякого Добра Стали Иметь У себя Приложив Старания О построении Храма Сказанное Рукою Пророка Будем Понимать Через Агея Так Сказал Господь Саваоф Народ Сей Говорит Не пришло Еще Время Не Время Строить Дом Господень И Было Слово Господне Через Агея Пророка А вам Самим Время Жить В домах Ваших Украшенных Тогда Как Дом Сей В запустении Иереем Великим Божественному Писанию Обычно Называть Архиерея Почему Когда Иисус Был Архиереем И Зарававель Народоправителем Бог Перед Ними Как Бо Перед Некими Судьями Обвиняет Народ Через Пророка И Говорит Смотрите Сколько Самого Усильного Попечения Прилагают Они О домах Своих Не Только Строят Но И Украшают Их А Дома Божия Ради Которого Все Они Участвуют В общем Их Спасении Не Хотят Строить Утверждая Что Время Неблагоприятствует Созиданию Посему Ныне Так Говорит Господь Саволов Обратите Сердце Ваше На Пути Ваше Водите Здравым Помыслом Будьте Судьями Своих Начинаний И Дознайте Сколько Разности Между Ревностью О Что Расточая Много Семен Собирали Они Весьма Мало Плодов Отчего Всегда Терпят Голод И Жажду И Никогда Не Насыщаются Но Живут В Нищете И Бедствуют Так Что Не Имеют У Себя Не Обходим Одежды Ибо Говорит Пророк Вы Сеете Много Собираете Мало Идите Но Не В Сытость Пьете Но Не Напиваетесь Одеваетесь А не Согреваетесь Зарабатывающий Плату Зарабатывает Для Дырявого Кошелька Кроме Самих Владельцев Живущих Трудами Рух Своих Обыкших Брать Плату Изберегать Добытая Трудом Расточая Собираемое Немалой Пользы Не Получали От Многих Трудов Своих Потом Снова Повелевает Бог Водиться Целомудренным Помыслом Предпочесть Всему Попечения О Божьем Храме Идти На вершины Гор Осиненных Лесом И рубить Дерево Пригодное Достроение Обещая Им Содействовать И Соделать Их Славными Напоминает Им О прежней Схудости Чтобы Знали Они Какая Награда Бывает За Неродивость Ожидаете Много А Выходит Мало И Что принесете Домой То Я Развею За Что Говорит Господь Савов За Мой Дом Который В запустении Тогда Как Вы Бежите Каждый К Своему Дому Ожидая Пожать Много Плодов Обманулись Вы В Надежде Собрав Немного И Кем Не Воспользовались Потому Что Рассыпал Я Это Из Самых Влагалищ Посему То Небо Заключилось И Не Дает Я Призвал Засуху На Землю На Горы На Хлеб На Виноградный Сок На И Лей И На Все Что Производит Земля И На Человека И На Скот И На Всякий Ручной Труд Как Вы Не Родите Ослужение Мне И Много Прилагаете Забот О Своих Домах Так И Я Воспрещу Облака Морошать Землю И Земле Повели Стать Бесплодную Карательную Же Силу Как Некий Меч Обращу Не На Плоды Только Земные Но И На Возделывающих Землю Людей С Ними Понесет Наказание И Скот Их Созданное Им На Служение Бог Всяческих Угрожается Делать Это За Нерадение Доме Божием Не Потому Что Имеет В Нем Нужду Творец Всех Вещений Имеет Нужды И В Небе Создал Же Все По Единому Человеколюбию Но О них Самих Родея О Спасении Их Промышляя Повелевает Чтобы Создан Был Храм Чтобы Они В Храме Исполняя Законы Извлекали Из этого Пользу И Совершали Законное Богослужение Пока По слову Апостол Не Придет Наследник И Лопова Человечине Нашего Спасителя С И Закон Где-то Водитель Указав Нам Премудрого Учителя Уступил Ему Место Потому Что Состоявшие Под Его Пестовством Не Стали Уже Иметь Нужду В Первоначальном Его Водительстве Но Возвратимся К Следующему По Порядку В этом Пророчестве Заравель Первосвященник Иисус И Посом И Минарод Выслушав Эти Угрозы Исполнили Страха И Повиновались Изреченному Пророкам Человек Олюбивый За Владыка Увидев Их Благопокорность Немедленно Взывает Через Пророка Тогда Агей Вестник Господень Посланный От Господа Сказал К Народу Я С вами Говорит Господь Не Теряйте Мужество Потому Что Я Ваш Содейственник И Помощник И Возбудил Господь Дух Заравеля Сына Солоси Илева Правителя Иудея И Дух Иисуса Сына Иоседекова Великого Иерея И Дух Всего Остатка Народа И они Пришли И стали Производить Работы В доме Господа Саваофа Бога Своего Глава Вторая Агея Седьмой День Месяца Завет И что Господь Саваоф. «И на месте всем я дам мир», — говорит Господь Саваоф. «Не чуждо я себе присвояю, но свое снова восприемлю. По щедрости я дал им богатство, и поскольку не познали они щедродателя, то законно лишаю их даров». В двадцать четвертый день девятого месяца, во второй год Дария, было слово Господне через Агея Пророка. «Порок сказывает, что храм сей будет славнее, не по величине и красоте здания, но потому что, как истреблены будут языческие народы, ибо с разнесшейся повсюду молвою открылось могущество Бога всяческих. Потому событие это порок называет потрясением неба, земли и моря, так как все приведены в изумление и чудом всем побуждены к песнопению. Не только живущие на суше, но и местом жительства избравшие острова, а сверх того и невидимые силы, для которых удобопроходимы эфир и самое небо. Не только прекращу человеческие брани, но даруя им и божественный мир, который принесет спасение душам. Такова будет награда храма с дателем. Потом в девятый месяц пророк приемлет от Бога всяческих повелений вопросить священников, одежды освященной, священной жертвой, достаточно ли к тому, чтобы осветить прикасающиеся, например, или хлеб, или вино, или или что-либо подобное. И когда священники дали отрицательный ответ, снова повелено ему спросить, оскверняется ли одежда, коснувшаяся чего-нибудь нечистого. А на утвердительный ответ священников пророку дано повеление сказать следующее. 15 стих. Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не было положено камень на камень в храме Господнем. Как освящается одежда. Освященная одежда не может освящать прикасающегося к ней, но сама скверняется от прикосновения к тому, что по закону нечиста. Так и народ сей по злонравии не получает никакой пользы от того, что свято. Но оскорбляет это, покушаясь прикасаться к всему злочестиво. Потом пророк открывает и причины сего. Обратите сердце ваше на время от сего дня назад. Приходили бывало копне, могущей приносить двадцать мер, и оказывалось только десять. С рассветом утра не подумали вы ни о чем добром, но заботились о худых прибытках. Неприязненно же были расположены к обличителям вашего лукавства, которые, стоя во вратах, входящим и исходящим предлагали словеса Божии. Но теперь во всей точности рассмотрите, в каком положении были вы, когда не заботились о строении храма, и какой был у вас недостаток необходимого. Положив на сохранение двадцать мер ешменя, едва находили вы половину. И, надеясь, источило добыть пятьдесят мер вина, находили только двадцать. Различно вразумлял я вас, посылал и неурожаи, и тлетворные ветры, и град, но вы по великости жестокосердия своего и не почувствовали вразумления. Поэтому, вспомнив об этом, заметьте, какой будет у вас урожай после того, как начали строение храма. Ибо такое подам вам обилие необходимого, что и самых мер не будете знать на гумне. С благословением снабжу вас и сочными плодами. Умножу сборы плодов древесных, а сверх того содержу и то слово, которое предрек тебе за Рававель, Агоги и Магоги. Двадцать три. В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя за Рававель, сын Савафиилев, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя, как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф. Не требующие трудов, доставлю вам победу. Доведя народа до безумия и до помешательства в уме, вооружу друг против друга, и все до одного будут истреблены, даже и с конями. Сие же, и не с проверну престолу царства, истреблю силу царств языческих, а прокину колесницей сидящих на них, и не зринуты будут кони и всадники их, один мечом другого. Не просто изрек Бог, но напоминает этим благодеяние, оказанное в нашествии Синахеримова, потому что, предав внезапной гибели Синахеримова воинство, всю землю и море исполнил страшным осем повествованием. Не упоминая здесь об Иисусе, упоминает об одном только Зарававеле, потому что речь идет о воинах и военачальстве. О делах же военных заботился он один. Посему сказует Бог, в тот день по истреблению тех народов, тебя, Зарававеле, избранного мною в раба и служителя, садел их славным и знаменитым. «И употребив тебя, как некую печать, и народу доставлю через тебя всякую безопасность, потому что печать, приложенная к дверям и сундукам, приводит в безопасность влагаемая». Так истолкование пророчества приведено нами к концу. Но я дивлюсь безумия Аполлинария, который предприял столь ясно предсказанному предавать противный сему смысл и говорит, что ополчения Гога и Магога еще не было, но будет при кончине века сего. Премудрый этот муж не обратил внимания на непрерывную связь пророчества, а именно, что непосредственно за предсказанием о поражении Гога и Магога при совокупленном у пророка в тот день, говорит Господь-сидержитель, «приму тебя, Заравель, раб мой, говорит Господь», и так далее. «Посему, если Аполлинария в сложенных им баснях вымышляет другого какого Зарававеля, который будет в те времена, то пусть толкование его и останется для нас совершенной баснею. Если же, разумеется, тот один Зарававель, который правил народом по возвращении из плена, то при нем истреблено воинство тех языческих народов, и после всего истребления Зарававель сделался славным и знаменитым. Аполлинария же должно было принять во внимание и то, что замедление созидания храма, прикрывавшим бедностью и Господь всяческих, обещал собрать народы сии и их богатство отдать на расходы при храмоздании. Почему и присовокупил мое серебро и мое золото? И велика будет слава храма сего, последнего, более первого. Но, оставив Аполлинария с его суесловием, будем держаться истиной и умолять человека, любивого нашего владыку, чтобы и нам даровал мир и мир душевный, да во всем ему угождая и его пользуясь помощью, избегнем наветов невидимых врагов и, пожив по его божественным законам, сподобимся обетованных благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа. С Ним слава Отцу и со Святым Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Толкование на пророка Захарию. Содержание. Бог всячески, особенно промышляя древле об иудеях, ни одного пророка поставлял им, но двух и трех, иногда же и многих пророков, которые обучали их должному и предвещали им будущее. Так, когда пророчествовал богомудрый Исаия, в то же время предрекали будущие блаженные Осия и Аиль, Амос, Михей. Время же, когда они пророчествовали, желающим нетрудно узнать из самых пророчеств. Так и по возвращении из Бавилона и через божественнейшего Агея преподал им владыка, что знать было нужно, и через божественного Захария научил, что должны они делать, и предвозвестил будущее скорби и радости. Радости покоряющимся сказанному, а скорби прикословящим. Показует же пророку изображение и прообраз некоторых событий, чтобы зрение тех более удостоверяло в словах. Через него же предсказует и пришествие Спасителя нашего Христа и Царство Его преисполненное кротости. Министовство иудеев и спасительное страдание – это самое действительное вращество наших грехов, и бедствие, происшедшее для иудеева от их неистовства, на что упролив очень изложение содержания, не наскучит некоторым из читателей сих записок. Приступлю к самому изъяснению пророческих словес. Глава первая. В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господня к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддаву, пророку. И божественные Агей, богомудрый Захария, в один год начали пророчество. Но Агей в шестой месяц, а Захария в восьмой. А из этого ясно, что первый по пророчеству в двумя месяцами старее второго. Упоминают же они о времени, что и время возвращения сделать известным, и дать нам ясное сведение о том, что тогда царя еврейского не было в числе царствующих. Сверже этого доказывает и истинность пророков, предвозвещавших до плена, потому что предрекли они не только осаду и взятие Иерусалима и отведение в рабство жителей, но и продолжение плена и возвращения из Вавилона. Поэтому, так как все это пришло в исполнение, определенное у них время протекло, и по предречении иудеи пользовались уже свободою, то не без причины блаженные Агей и Захария прежде всего указали на второй год царствования Дария Персидского. Ибо в этот год исполнился 70-летний срок запустения города. И это можно дознать из самого пророчества. Извещает же пророк об имени отца, родившего его, и об имени того, кем рожден был отец. Потому что в это время многие уже пророки предсказывали ложное, и вероятно случилось, что некоторые из них были с ним соименны. Поэтому, чтобы соименность не повредила истинь, когда сказанное ложно, будет просто всем предлагаемо, как предвозвещенная истина. Пророк явно отличает себя своим родом. Потом сказывает, что повелено ему изречь. Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом. Это начало пророчества исполнило премудростью, приличной для тех, которые поучались тогда божественному. Ибо в свежей, имея памяти, что совершилось с отцами, и дознав, что прилично их несказанных бедствий является причиной, был праведный Божий гнев. Старались они, как вероятно, и говорить, и делать то, что умилостивляло бы человеколюбивого владыку, и им принесло обилие благ. А что такова цель сказанного, свидетельствует об этом последующее. Ибо сказано, и ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Зная, говорит Бог, сколько увещаний отцам вашим сделано было мною через пророков, и что за противление предал я их веконечной гибели, избегайте подражания им. Внимайте же изрекаемому мною, чтобы пользоваться моим о вас промышлением. Это означает слова «обратитесь ко мне и обращись к вам», сходно с этим сказанное в другом месте. «И обратились ко мне хребтами, а не лицом своим» Иеремия 2.27. «Ибо кто не хочет с отчанием обращать внимание на божественные словеса, тот в точности подобен отвращающемуся и показывающему свой хребет. Посему Бог говорит, если желаете внимать законам моим, то сподобитесь моего о вас промышления, и научая, что для него нетрудно даровать им все изобилие благ, неоднократно нарек себя и Господом Вседержителем, и Господом Сил, а этим давал знать, что он над всеми державствующий и царствующий, как творец и создатель и владыка самых сил. Весьма легко применяет свойства события из благополучия, приводит в злополучие, и находящийся в затруднительном состоянии, возвращает в благоденствие. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Видите истину словес моих, говорит Бог. И пророки пришли из жизни все, и отцы ваши преданы наказанию, слова же мои пребывают, самыми делами провозглашая истинность свою, и не имея за себя ходатаями и написавших оные пророков, они испытали уже на себе определенные определения смерти, сами взывают и свидетельствуют, что не изречено в них ничего лживого, посему с усердием примите через пророков предлагаемые вам Всесвятым Духом. И отвечали и сказали, как сказал Господь Вседержитель, сотворите нам по путям нашим, по начинаниям нашим, так сотворил нам. Согласились с сказанным, исповедали истину, восчувствовали прегрешение и сказали, что предречение истина, гнев Божий праведен, и наказание соразмерно греху. Как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. В 24 день 11 месяца, это месяц Шиват, во второй год Дария, было слово Господне к Захаре, сыну Варахиину, сыну Аддаву, пророку. Пророк, как еврею, употребил еврейское исчисление, а евреи первым месяцем признают Ксансик, ибо так узаконил им великий Моисей, явственно взывая месяц сей вам начало месяцев. Первый месяц будет в месяцах лета, исход 12.1. Посему у начинающих считать с этого месяца 11 окажется Сават, а у македонян называется тот Перитий. И пророк говорит, что в этом месяце, еще до исполнения 2-го года, снова принял он в себя действенность Божьей благодати. Ибо что называет он словом или глаголом, или видением, или рукою, под всем этим разумеет действенность Божьей благодати. И как скоро ею просвещаемое узрело некое видение, оставил кто нам, предав письмени, и говорит, видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, пегие и белые. И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. Виденное пророком, очевидно, суть силы невидимые, по слову Божественного апостола. Но служение, посылаемое, захотящих наследовать спасение. Евреям 1.19 Видимо же, бывает неестество их, потому что они бесплотны. Но сам и их, и общий всех владыка в случае каждой потребности образует видимый их образ. И всему ясно учит нас Божественное Писание, указуя различные облики их. Ибо иначе видел их Даниил, иначе Иезекииль, и в других обликах видел Исаия и Михея. Но немноголичные обесплодности и умные естества, сообразно с потребностью владыка их, дает им видимые образы. Это соделал он и для блаженного Захарии, его показывает ему ангела, покровительствующего народу Божию. Это был святый Михаил, как сказал ангел, беседовавший с Даниилом. Ибо говорит он, нет ни одного помогающего со мною, но только Михаил, князь ваш. Даниила 10.21. Пророк видит его ездящим на коне по скорости содеваемого. Рыжий цвет коня означает гневно враждующие народы, потому что гневно имеет кровавый красный цвет. А горы показывают не только твердость, но и высоту ангелов, приставленных для защиты. Многоветвистость и осенение гор дают собой разуметь божественные промышления, которые блаженный Давид обещает возложившему пование на Бога. Ибо говорит, живущий в помощи Вышнего под кровом небесного Бога во дворица, еще перьями своими осенить Тебя, и в другом месте под кровом крыл Твоих покроешь меня. И Израиля в пустыне покрывал столб облачный. Посему и здесь ангел, покровительствующий народу Божию, виден был стоящим между гор осеняющих, показуя этим божественную помощь. Впрочем, Акила и Симах назвали горы миртовыми, а мирта растение благовонное, имеющее силу охлаждать горячность страстей. Посему и это означает будущее иудеям утешения от Бога всяческих. Пророк, увидев позади Михаила, явившихся рыжих, серых, пестрых и белых коней, спрашивает, желая знать, какая причина указуемого ему. И от первого виденного им ангела, который стоял между горами осеняющий, узнает, что кони посланы обозреть всю землю. И в подтверждение сказанного, воссидящие на тех разноцветных конях, стоящему между горами ангелу, сказали, обошедшие всю населенную землю нашли мы, что наслаждается она миром и тишиною. А ангел же, покровительству которого верен народ Божий, услышав сие и весьма вознегодовав, что когда все наслаждаются миром, ему порученный народ борется еще с тысячами бедствий, приносит сию молитву владыке. И отвечал ангел Господний и сказал Господи Вседержителю, да коли ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже семьдесят лет. Должно же знать, что срок первого пленения исполнился в первый год Кира, царства Ошоу Персов. Потому что благой человеколюбил и владыка, к испытанию бедствий сопричислил и время предречения. Это точнее показали мы в толкованиях пророка языки Иля. По седьмидесятилетний срок запустения Иерусалима исполнился во второй год семидесятилетний. На второй год царства не дарило. Посему счисление того начинает должно с одиннадцатого года царя Седекии, при котором взят был город Иерусалим. Ибо если кто начнет свое разыскание с этого года, то найдет, что срок сей исполнился во второй год царства не дарили сына Истаспова. Посему ангел, покровительствующий народу Божией, умоляет Бога всяческих обратить взор на предречение, взять во внимание, что срок исполнился, и не презирать боли и города, ему посвященного, и преданного конечному запустению. И владыка прияв это моление, говорит пророк. Стих тринадцатый. Тогда в ответ ангелу, говорившему со мной, изрек Господь слова благие, слова утешительные. Говорит же пророк, что ни другой это ангел, кроме стоявшего между гор, но он самый, и с ним беседует и молится о народе. Притом сказует, что ангел глаголит в нем, потому что не употребил слов и издавал голос, не движением языка и противодействием воздуха производимый, но звучавший внутри пророка и в нем образуемый. Посему святой ангел в уповании на благоволение Божие повелевает пророку возопить и сказать. И сказал мне ангел, говоривши со мной, провозгласи и скажи, и так говорит Господь Саваоф. Возревновал я в Иерусалиме и о Сионе ревностью великою, и великим негодованием негодуй на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Не потерплю более того, чтобы оставлять без внимания содееваемое с Иерусалимом, но накажу приступивших меру определенного наказания и отважившихся причинить ему большее число зол, нежели сколько положено. Ибо я наказу Иерусалим за нарушение моих законов, лишил мы его о нем промышления, они же взяв это в повод, к небоязненности, не захотели удовлетвориться причиняемыми ему бедствиями. Поэтому, исполнившись справедливой ревности, Иерусалим удостоил пощады, а у них потребует отчета в их дерзости. Потом описывает и способы к помилованию, обещает привести к концу созидание Дома Божия, обновление города и восстановление оград. Ибо сие означают слова. «Посему так, — говорит Господь, — я обращусь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится Дом Мой, — говорит Господь Саваоф, и землемерная веревь протянется по Иерусалиму». И потом святой ангел повелел пророку воззапить и сказать, «Еще провозгласи и скажи». Так говорит Господь Саваоф, «Снова переполнятся города Мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Многим городам иудейским подает Бог изобилие благ, ибо это выразил пророк, сказав «Еще, — прильется и имеет грады благими». Однако же другим городам предпочтет опять Иерусалим, и ему даст древние преимущества. Належит же заметить, что не вечное благополучие обещал иудеям, но означил некоторый срок, сказал «Еще», и наперед давая знать, что когда придет наследник, тогда закон, занимающий место домоправителя и приставника, соделается бездейственным, а вместе с ним упразднится и место, на котором совершалось служение по закону. После этого пророк обращает речь к описанию других видений и говорит, что видел четыре рога, и после вопросов дознал от ангела, что это рассеявший Иуда и Иерусалим. Потом сказует еще, что Богом всяческих ему показано такое же число древодели, что снова он вопрошал и услышал. «И сказал я, что они идут делать?» Он сказал мне так. «Эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей, а эти пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Посему пророк сказует, что невидимым силам дано повеление Богом всяческих возбудить и раздражить народы эти друг против друга, чтобы друг от друга понесли наказание, погрешившее против Израиля. Ибо это выразил пророк словами «поострите их в руках своих». Говорит же о четырех рогах, не число каких-либо народов этим означает, но потому что четыре части света – восток, запад, юг, север. А нашественные иудеи были со всех сторон света. Нападали то сирияне, вавилоняне, то селестемляне, египтяне, иногда же едумеи, маовиты, аммониты. И четырьмя рогами пророк назвал нападавших на иудеев четырех стран света. В таком же числе поставил пророк и невидимые силы, которыми народы возбуждены друг против друга, чтобы друг от друга прияли они наказание за дерзость свою. Глава вторая Захарии. Вслед за этим пророк переходит к описанию другого видения и говорит, что видел он мужа несущего. Вот муж, у которого в руке землемерная вервь. Потом спросил, куда идет, и тот сказал, что идет. Тот ангел, говоривший со мною, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. Говорит, иду измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. К всему описанию присовокупляет пророк, что ангел, изгласивший ему слова, и стоял другой же подошедший к нему ангел, повелел идти ему к юноше, несшему меру, и сказать, иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненной стеной вокруг него, и прославлюсь посреди него. Смотри, от лица Божия, говорит ангел, не умаль размеров города, но от меня, твоего и его владыки, да знав, что в нем будет обитать сколько возможно великое множество людей и скотов, очертая величину соответственной множеству обитателей. Сверх того и я сам, по благости моей, буду для города сего необоримой и неприступной стеною. Это-то и названо стеною огненной, потому что как невозможно перейти через большой горящий костер, так невозможно, чтобы одолел кто охраняемого Божьей благодатью. Не только всякую безопасность дам граду, но соделая его знаменитым, и слава его распространится повсюду. Все сие и попечительность ангела-покровителя, и поспешное шествие других ангелов, и измерение города пророк видел, чтобы и ему самому с несомненностью принять благие обетования в Иерусалиме. И народу Божьей в точности уверится в сказанном, когда непроизносимые только услышат слова, но увидят прообразование самых событий. Ибо ангел, показав это пророку, немедленно повелевает воскликнуть. «Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Имея эти обетования, не только вы, уже возвратившиеся, не унывайте духом, но и вы, добровольно живущие еще в Вавилоне, потому что, получив дозволение, медлите возвращением. «Поспешайте идти в свое Отечество, которое в непродолжительном времени возведу в прежнее благосостояние». «Ибо так, говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающиеся вас касаются зеницы ока его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня». Такой попечительности Бога всяческих сподобитесь вы, что все огорчительное, касающееся вас, «почитать будет касающимся зеницы ока его. Не потому, что обложен телом и делится на члены бесплотины, не описуя им Бог всяческих, но человекообразно выражает этим то расположение, какое имеет к вам. Сей попечительности и спрашивает у него и блаженный Давид, «Сохрани меня, Господи, как зеницу ока». 16.8. «Посему-то, говорит Бог всех, которые грабили и расхищали вас, саделые подвластными их же подданным, и потерпят от них то же самое, что заставляли терпеть вас. И истину словес Божиих дознайте из самых событий». Но с иудеями сбылось это прообразовательно. Истинное же пророчество точнейшее исполнение возымело на нас, «Потому что Владыка Христос, не изложив демонов, которые расхищали нас в собственность свою, обратили наш ум, поработили себе все члены тела нашего, саделал их подвластными святым рабам своим. И сие яснее выразил устами богомудрого Исаия, взывая, «И которых, боитесь, возопьют от вас». «Вестницы посланы будут, горько плачущие, просящие мира». Исаия 33.7. «Так демона вопияли, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты прежде временем мучить нас, и еще заклиная тебя, не мучь меня. Так и Филиппах, имевшая в себе пытливого духа вопияв, эти человеки рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения. Так демоны и предпобедоносными мучениками до ныннего пьют, и невольно провозглашают их победу, и заключают же свою немощь. «Поэтому их, окравших вас древле, как некую добычу, предало краденым». «Посланы в свет славы, чтобы древнюю славу, которую погубил обольстившийся родоначальник Адам, снова приобрело естество наше, и познали мы благодетеля и спасителя душ наших и пославшего его по человеколюбии Отца». «Послан же он не как Бог, но как человек, потому что как Бог равночестен родившему. Я, — говорит он во Отце, и Отец во мне, и Отец во мне пребывающий, он творит дела. Я и Отец одно, и, видишь, и меня видел Отца». «Посылается же, как человек, исполняя домостроительство о нас, но не умаляя божеского естества, ибо во образе Божием, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но умолил себя, приняв образ раба. Посему пророк показал нам не двойственность только, но и равночестность лиц». «Потому что так, — говорит Господь Сидержитель, вслед славы послал меня, и, показывая, кто пославший, присовокупляет, и уразумеете, что Господь Сидержитель послал меня. Поэтому и пославший Господь Сидержитель, и посланный Господь Сидержитель, и нет никакого различия в достоинствах. Послан же, как сказано, по человечеству, а не по божеству, исполняя домостроительство о нас. «И посланный имеет в себе пославшего Отца, ибо, — говорит, — Отец мой во мне пребывающий, он творит дела». Вслед за этим пророк присовокупляет. «Ликуй и веселись в честь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, — говорит Господь. И прибегнут Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». И это вполне приличествует нам, призванным из язычников и улучившим спасение. «Нам повелено веселиться и радоваться, потому что в нас вселился Господь всяческих. Должно же знать, что и самый чувственный Иерусалим обитает язычниками, обитаем, уверовавшими в Господа. И из этого равным образом познаем и двойственность лиц, и равночестность лиц. Вот я гряду и вселюсь посреди тебя, — говорит Господь, и уразумеешь, что Господь Сидержитель послал меня к тебе». Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим. «Ибо владыка от Иуды восприял зрак раба и соделал его своим участием. Свидетель всему богомудрый Павел, который взывает, вот лев от колена Иудина воссиял Господь и показывает, что Господь не Иерусалим, только на и весь человеческий род призывает к спасению, пророк присовокупляет, да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего». Так и Давид говорит, «К тебе всякая плоть придет», 64-3. Так и Исаия взывает, «Вот узрит всякая плоть спасения от Бога нашего», 45. Святыми же облаками справедливо называет пророков, не свое вещающих, но в духе благодати, как в некоем море, почерпающем пророческий дождь. «Сказует же пророк, что из облак восстает и приходит Господь, потому что через них, предвозвестив свое пришествие, и приведя в исполнение предвозвещенное, самой действительностью доказал божественность пророчества. Не прикословлю многому тому, что это, как толковали иные приличество и к иудеям во время их возвращения из плена, но что пророчество сие действительно и непререкаемо исполнилось по вочеловечении Бога и Спасителя нашего. Сие дознать можно и самого события, потому что по всем вочеловечении «Тысячи язычников, оставив прежнюю прелесть, прибегли к Богу всяческих и наименованы людьми Божьими. По всем вочеловечении стал обитать в Иерусалиме благочестивый сон, собранный из язычников. Поэтому вочеловечении всякое плоть и первое пришествие Спасителя приемлет, и с трепетом ожидает второго его пришествия». Но время возвратиться к истолкованию. Глава третья Захарии. «И показало мне Иисуса великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правой руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, «Господь, да запретить тебе сатана, да запретить тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня?» И это служит образом того, что у нас. Как тому Иисусу, когда он стал архиереем и ходатая стал перед Богом за народ, крайне противился губительный и лукавый дьявол, так этот же самый враг противоборствовал опять Иисусу архиерею великому почину Мельсиседекову, землющему грех мира, намереваясь запнуть его. Но тогда запретил ему не Иисус, сын Яседекова, а владыка Иисусов. Когда же приступил он к Иисусу Спасителю Вселенной, от него самого, как от Бога, и владыке приемлет запрещение и слышит, «Отойди от меня, сатана!» Поэтому, избавив от дьявола Иисуса, сына Яседекова, владыка, как Бог присовокупил. Не это ли, как головня и сторона из огня? Поскольку иудеи, недавно возвратившись из плена, имели еще на себе знаки плена, нищету, скудость, то справедливо именуют их головнею. Головня же есть полуобожженная, изъятая из огня дерева. После этого пророк снова продолжает описывать, что архиерея облечен был в ризы нечистые и гнусные. А ангел же, покровительствующий народу, повелел другим предстоявшим ангелам снять с него эту одежду и давая знать, что под ризами, разумеется, нечто иное присовокупляет, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятанные одежды!» А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Хотя вероятно, что и он, как человек, имел некоторые прегрешения. Однако же, думая, что как архиерей присвоял в себе беззаконие народа и приносил молитвы, как согрешившие вместе с иудеями, и поэтому-то отпущение беззакония иудеев приемлет как отпущение собственных своих грехов. А таким образом сказанного пророка, освободившись от печальной одежды и услышав словеса, исполненные радости, восприемлет и священническую одежду, потому что, изрекший и соделавший сказанное выше, повелевает предстоящим облечь его в падир, возложить на главу его нитру и кидар. Когда же было это исполнено, святой ангел свидетельствует и говорит ему, «Так, говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям, если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между этими стоящими здесь». Восприяв священнический сан, «Веди жизнь по законам священства, храня все, что повелел я делать. Исполняя это, и сам до конца жизни сохранишь почесть. И преимущество это передашь потомкам, которые от тебя, происходя, будут управлять народом этим». Это выражено у пророка словами, «Дам тебе сообращающимся посреди стоящих этих». «Выслушай же, Иисус Иерей Великий, ты и собратья твои сидящие перед тобою, мужи знаменательные, вот я привожу раба моего отрасль». Дивозрителями не называет пророк птицы-гадателей-прорицателей, как думали иные, потому что о подобных им пророк не выразился бы такими словами, и сам Иисус, как благочестивый, не возлюбил бы такого соннища. Но именованием этим свидетельствует о ведении и усердии искренних Иисусов к уразумению божественного. Потому что, как благочестивые, не переставали углубляться в чудеса и знамения, являемые пророками, и ожидать их исполнения. Поэтому к ним и к Иисусу обращает Бог присовокупляемые слова. «Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семь очей, вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и сглажу грех земли сей в один день». Благоукрасив священника и совлекши с него одежду печальную, облегши же в ризу священническую, указав, что должно ему делать, и предвозвестив потомкам, если будут хранить божественные законы, весьма продолжительное существование, переходит к роду царскому, и за Рававеле, который был потомком Иихонии, и веглот от Давида, обещается делать столь славным и знаменитым, что уподобится самому блистательному свету Востока. Сказует же, что пред лицом Иерея дал камень сей украшенной семью очами. Но не должно, как под очами разуметь очи, так и число семь принимать за число определенное, потому что очами нарек действенность божественной благодати. Сказал же, что очей семь, означая этим ее обилие и величие. Так и Анна говорит, неплодная родит семь раз. Первое царство 2.5. Не выражаясь им определенного числа, но изображая множество. И блаженный Давид сказал, воздай соседям нашим седьмирицей в недра их 78.12. Разумеет следующее. Пусть понесут наказание во много крат больше тех обид, какие причинили нам. Камнем же называет пророк Зарававеля по его твердости и непреодолимости. А сверх того Зарававель был образом владыки Христа, который во многих местах священного писания наречен камнем. Божественный Давид сказал, камень, который пренебрегли зиждущие, сей стал во главу угла. И устами богомудрого Исаии глаголит бог всяческих, вот, я полагаю, всего не камни многоценны, избранны, краеугольны, честны, в основании ему, и всякий верующий в него не постыдится. Так и блаженный Даниил видел камни, которые без рук отсекся от горы, поразил тело, сокрушил вещества, стал горою великую, покрыл вселенную. 2.34.45 И наученный этому блаженный Павел зывает, пили от духовного последующего камня, камень же был Христос. Еще, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое и есть Иисус Христос. Сей-то камень нося в себе Зарававель, потому что от него произошел по плоти Спаситель Вселенной. По справедливости и сам, сияя многоразличными дарованиями, именуется камнем. Так пророк, показав Бога данную благодать Зарававеле, предрекает и победы, одержанные под славным его военачальством. «Вот я выру и ров, — говорит Господь Сидержитель, — я сажу всю обиду земли, той в день один, а сижу». Сие предвозвестил Бог Агоги и Магоги, которых в один день подверг конечной гибели, и всех вместе предал смерти, иносказательно названное рвом. После всего сказанного пророка, все воинствующие под начальством Зарававеля, как победителя, небоязненно уже созывая друг друга на пиршество, под виноград и смоковницу, будут разделять пиршественную трапезу, не страшась нашествие врагов. Пророк, слыша это при созерцании столь многих и высоких откровений, отрешился от всего человеческого и, углубляясь в них мыслью, уподоблялся человеку крайне отягченному и одержимому сном. Поэтому святой ангел, покровительствующий народу и руководствовавший меня во всех видениях, говорит о себе пророк. Глава четвертая Захарии И возвратился тот ангел, который говорил со мной и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? Я отвечал, я вижу, вот светильник весь из золота и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. Во всем этом прикровенно изображалось нечто иное, ибо свящник золотой показывал теперь ангел пророку как образ божественного промышления, которое управляет и небесным, и земным. Семь светильников, равночисленные семи дням в неделе, представляют собой непрерывность и непрекращаемость Божья промысла. Семь чашечек, изливающие елея, означает преизобильную щедроту Божие человеколюбие. Так светильникам ангел прикровенно давал разуметь все озаряющую благодать, а двумя маслинами, процветшими с обеих сторон, наименовал царский священнический санд, благоукрашенный божественной благодатью, и двумя ветвями, простирающимися до светильников, Иисуса из Арававеля, которые происходили один от священнического, а другой от царского колена. Поскольку же для тех, которые водятся человеческими помыслами, казалось невероятным и крайне сомнительным, что такое малое число людей, бедных, едва, наконец, избегших продолжительного того плена, совершать такое число столь доблестных подвигов, то Бог обещание свое подтверждал показуемым пророку, научая этим, что успех зависеть будет не от их силы, но от его благодати. И сему истолкование научены мы самим владыкою, показавшим пророку то видение. Ибо на вопрос его, что прикровенно означается показуемым, божественный ангел сказал, «Так это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силой над ухом моим, говорит Господь Саваоф. Не отчаивайся Зарававелю в исполнении предвещаемого, взирая на настоящее свое малосилие и преуспев, не приписывай также победы себе, потому что в помощь существуемой моею благодатью воздвигнешь знамение победы над теми народами». Потом обращает речь к этим самым народам, «Кто ты, великая гора перед Зарававелем? Ты равнина! И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях благодать на нем!» Поскольку и самого Зарававеля наименовал камнем, то сообразно с ним называет горою и те бесчисленные народы, покусившиеся препятствовать построению Божия храма и истребить остаток народа Божия. Но не в силах будете вы, замыслившие, сделать это. «Вынесу камень, наследие, равенство, благодати, благодать его». Сказуемое же пророком означает следующее. «Если я тысячекратно более и тысячекратно более вознеистовствуете, поставляя препятствия Зарававелю, все надежды ваши соделают тщетными, потому что, исполнив его всякой благодати, соделав твердым, подобно камню, устроит, что всех вас предаст гибели, так что недостаток человеческой силы восполнит и уравняет благодатью свыше. Посему познайте. Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. И из самых событий дознайте, что служа Божьим словесам, изглаголовал я вам пророчество это. Ибо кто может считать день этот маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля? Те семь — это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Это сходно со словесами Божьими, читаемыми во Второзаконии. Я убью, убиваю и жизнь творю, поражаю и исцеляю. 32-39. Все самые выражают и здесь, а именно, как уничижил я Иерусалим на дни многие, и на запустение его определил 70 лет, так легко мне и снова привести его в прежнее благополучие. А видящие это возрадуются и увидят камень, который от чистого олова в руки Зарававеля. То есть на опыте познают, что презираемый ими ныне Бог сам через Зарававеля одержит победу. Камень же оловянный упоминает здесь пророкам по его малоценности. Поскольку Божий храм был сожжен, народ отведен в рабство, город опустошен, и многие предполагали, что все это произошло не по причине беззакония народа Божия, а по бессилию чтимого иудеями Бога, то сообразно с их мнением помощь Божия назвал камнем оловянным, научая этим, что сия самая помощь, которая неверующий почитает малую и слабую, в одном мужа Зарававеля покажет собственную силу свою. Посему вслед за симх пророк присовокупил семь сих очей Господних, суть презирающая на всю землю. Общий всех надзиратель и правитель, над всем надзирая и все слыша, сам будет защищать Зарававеля. По извлечению этих слов пророк вопрошает о маслинах, процветших по обеим сторонам свечника, предлагает также вопрос о двух ветвях, простирающихся до самых светильников, и дознает, что это два помазанные илеем предстоящие Господу всей земли. Разумеет же пророк архиерея Иисуса и военачальника Зарававеля, которые просвели один от царского, а другой от священнического рода. Глава пятая Захарии. Так, многоразличными видениями, подтвердив сказанное о царской власти и о священстве и предвозвестив конец построению божественного храма, угрозой наказания устрашает слышащих, отвращая от порока и побуждая к добродетели, и указует пророку серп великий, висящий и носящийся в воздухе. Летящий свиток. Длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лице всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий клянущийся ложный истреблен будет, как написано на другой стороне. И дает знать. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом вора и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его истребит его, и дерева его, и камни его. Клятвой назвал наказание, простирающееся на целую вселенную и налагаемое на делателей неправды. А этим и пророк, и народ научались, что Бог всяческих есть судья всех людей и наказывает всех по достоинству их, подвергая конечной гибели не только перед ним нечестующих, но и делающих обиды ближнему. Ибо да не подумает кто-либо, что угроза эта изречена одним татям и клянущимся ложно. Бог произнес этот приговор на всякое беззаконие, поскольку весь закон и пророки висят в этом слове. Возлюби Господа Бога твоего от всего сердца твоего и возлюби ближнего твоего, как сам себя. То подложный клятвой и татьбой совокупил все виды греха, потому что нарушение клятвы есть верх нечестие, и в нарушителе нет любви Божией. Вороство же есть обида ближнему, а кто любит ближнего, тот не согласится сделать ему обиду. Поэтому в этих главных законах заключаются все прочие, и нарушителям их справедливо угрожает Бог тем наказанием. «И вышел ангел, говоривший со мной, и сказал мне, «Подними еще глаза твои и посмотри, что это выходит». «Когда же я сказал, что это?» Он отвечал, «Это выходит Ефа». И сказал, «Это образ их по всей земле». А этим и мы научаемся, что Господь всяческих распоряжает все мерой и весом. Так Аврааму, предвоздействив, что переселен будешь, будет семя его, открывает и причины, ибо говорит, «Не исполнились грехи Амареев до ныне». То есть не согрешили столько, чтобы заслуживать конечную гибель. А поэтому не попущу ныне предать их избиение, но буду ожидать меры беззакония». Так и живущим при Ной, определив жить сто двадцать лет, когда увидел, что грех возрастает и превышает меру, не стал ожидать назначенного дня, но сократив срок, и в сотый год навел на всех потоп водный. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Ефы. И сказал он, «Эта женщина – само нечестие». «И бросил ее в середину Ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок». Добродетель Слово Божие уподобляет бисерам, подобно Царству Небесному Человеку, ищущему добрых бисеров. Матфея 13, 45. Наказание же греха в Священной Писании называют оловом. Оно по природе тяжело, но весьма тяжкое бремя греха. И этому научает нас Божественный Давид, говоря, «Беззакония мои превзошли главу мою, как бремя тяжелое тяготело на мне». Поэтому Богомудрый Захарий видит грех, являющийся в образе жены, потому что много зол рождается от сладострастия. Видит и наказание, как некое тяжелое олово, наложенное на уста беззаконию, по слову псаломской песни, в которой сказано, «Всякое беззаконие заградит уста свои, а плод греха – стыд». Так и блаженный Павел говорит, «Освободившись от греха, поработитесь правде». Какой тогда вы имели плод, о чем стыдно и говорить? Посему пророку открыто, что Бог разрешил грех народа и прекратил наказание. Именно видит пророк двух окрыленных жен, несущихся шумом и крыльем, «Вдодалвум» «Подобны были крылья их», говорит он. «А вдод – самое быстро на лету птица. Тела у них мало, крылья же больше тела». «Жены те, – говорит пророк, взяв ту меру, неслись по воздуху». А я вопросил божественного ангела, «Куда сия относят меру?» «И открыто мне, что удаляется Вавилон, чтобы не только положить меру в городе, но и создать ей храмину и положить ее там на уготование свое, потому что, говорит Бог, не окажу Вавилону человеколюбие, как Иерусалиму. Определил уличенное время на запустение, и потом снова удостоил его пощады и прощения. Напротив того, Вавилон за великое нечестие будет нести непрестанное наказание». Глава 6 Захарии. Так, по окончании этого видения, пророк описывает другое созерцание и говорит, что увидел колесницы, числом четыре, исходящие из двух гор медных. В первой колеснице запряжены были кони рыжие, во вторую вороны, в третью белая, в четвертой пестрые, в яблоках. Потом сказует, что вопросил он и узнал от ангела. Это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Четырьмя же ветрами называет пророк четыре части вселенной, потому что многие и ветры полагают им равночисленными. Поэтому пророк научается, что Бог всяческих и благо подает людям и насылает им скорби, употребляя в служении невидимые силы. Так и блаженный Давид сказывает, ополчится ангел Господний о крест боящихся его и избавит их. О наказании же говорит в другом псалме, послал на них гнев ярости своей, ярости гнев и скорбь в послании ангелов лютых. Так и богомудрый Захария видит коней вороных, устремленных в северную часть вселенной и дает этим разуметь гибель Вавилона. Вороны и кони там выходят к стране северной и белые идут за ними, а пеги идут к стране полуденной. Не для того, чтобы благо подать вавилонянам, но чтобы, когда будут они наказываемы, оставшихся из пленных евреев возвратить в Иудею. И рыжие исходили на землю южную, угрожая бедствием народам, бедствиями, восставшими на Иерусалим, потому что рыжим цветом пророческое слово прикровенно означало раздражительность. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал, идите, пройдите землю. И они прошли землю. Под землей, разумеет, здесь не землю израильскую, но целую вселенную называют же коней пестрыми, потому что исправляют всякого рода служения, где должно наказывать и где надобно благодетельствовать. Тогда позвал он меня и сказал мне так, смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной. То есть на вавилонян наложил я справедливое наказание, какое давно заслуживали, но доселе не понесли по моему человеколюбию. После сих видений пророку повелевается принять дары, принесенные пленниками, но не просто всеми, а которые от князей, от угодных его и от разумевших его, то есть все те, которые ощутили бедствие и познали причину плена и изведали пользу его, да принесут дары. Потом пророк припоминает имена Алдая, Товия и Идии и получает повеление войти в дом Иосии с Афонией, грядущего теперь от вавилона, и принять серебро и золото, сделать из них венец и возложить на главу архиерея Иисусу, передать ему словеса Божие и сказать, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу и воссядет и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Все сие предвозвещает пророка Зарававеля, не как о не родившемся еще, но как о не приявшем еще власти, именуя же его востоком, потому что как свет воссиял он тогда живущим Иерусалиме, одержимым невзгодами и мглой бедствий. Сказует, что он довершит строение Божия храма утвердиться на царском престоле, всякой чести удостоит архиерея, будет с ним в таковом единомыслии, что ничего никогда не сделает без его одобрения. Обещал же это не им только, но и ожидающим, не вечающего венца, которых именует их 14, «Венцы те будут Хелему и Товии, и дай Ехену сыну Сафонину на память в храме Господнем. И кто доставил вещества для венца, Иосия сын Сафонин, тот сподобится за сие славы, ибо сие выразил порог словам и в благодать сыну Сафонину. Потом и о месте богослужения сказуют, «И издали придут и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам. И это будет, если вы усердно будете слушать вся гласа Господа Бога нашего, вашего. Ибо сделайте это не только вы здесь находящиеся, но и живущие вдали от вас стекутся отовсюду и примут с вами участие в сих прекрасных трудах. Исполнится же это и достигнет надлежащего конца, говорит пророк, если будете повиноваться словесам Божиим. Глава седьмая Захарии В четвертый год царя Дария было слово Господник Захарии, в четвертый день девятого месяца Хаслева, когда Вифиль послал царя Цера и регем Мелеха и спутников его помолиться пред лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет. Иные утверждали, что это были начальники хуфеев, переселенных в Салмонастаром и других народов, которые после всего названы самарянами. Но к сим ли они или другим принадлежали народам, Божественное Писание не открыло нам этого. Очевидно же, что, будучи иноплеменными и начальствовали над иноплеменниками, впрочем, живя по соседству с иудеями, заняли много полезного от пророков, и от других благочестивых мужей, а потом прислали жертвы Богу и желали дознать от священников и пророков, восприял ли храм Божий надлежащее украшение, или, как говорят они, должно нам снова умилостивлять Бога постом, что и не переставали мы делать долгое время. При этом их вопрос Бог всяческих ведет речь с народом Своим, а тем и их научает, что должны делать. ибо говорит «Скажи всему народу земли сей и священникам так, когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже семьдесят лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? Не думайте, говорит Бог, что какая-либо выгода мне от вашего поста. Если в тысячу раз более сету и плача будете совершать пост в пятинах и седминах, то никакой пользы не приобрету от того, а что это действительно так, свидетельствует время плена, потому что в продолжении семидесяти лет не служили вы мне в посте. Посему, как едя и пия себе доставляете тем удовольствия, так и от поста сами вы получаете пользу. И не думайте, что это новое учение, потому что издревле с самого давнего времени не переставал я через пророков говорить это вашим предкам и отцам. Не тяжели слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен. И города вокруг него южная страна и низменность были населены. Так показав древность всей проповеди, подробно открывая, чем можно служить ему. Так говорил тогда Господь Саваоф, производите суд справедливый, оказывайте милость и сострадание каждой брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга, не мыслите в сердце вашем. Отцам вашим сказал, я, говорит Бог, чтобы судящие произносили приговор беспристрастный, справедливый, с ближними поступали милостиво, влекущих тяжкое и говдовство. И оплакивающих свое сиротство не угнетали своей властью, и бессилия убогих не обращали в повод к любостяжательности, а сверх того отвращались злопамятства, и не мстили начавшим обиды. Вот что сказал я им, они же не захотели послушаться, но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготились, чтобы не слышать, принимая на себя удары, болезнували бесчувственностью, потому что плещами презирающими назвал пророк бесчувственность переносной образ речи, взяв с рабов, которые терпят наказание бичами и не извлекают из этого пользу. И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Собов Духом Своим через прежних пророков, зато и постиг их великий гнев Господа Собов и было как он взывал, а они не слушали. Так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Собов. Здесь переменен вид времени. О прошедшем говорится как о будущем. Сказанного запьют вместо запили и не услышу вместо не услышал. И я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустынею. И это явствует из последующего, потому что снова пророк изменил образ речи и говорит «И учинили вожделенную землю в запустение». Это изрек Бог о непокорности и наказании отцов их, ибо невероятно, чтобы испытавшим горькое рабство, только что освободившимся от того, и не построившим еще города, снова стало угрожать таковыми бедствиями. Глава восьмая Захария И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф, возревновал я о Сионе ревности великою, и с великим гневом возревновал я о нем. Сию казнь, говорит Бог, послал я на Сион, наказывая за злочести передо мною. Рвением же называет правдивый гнев. Поскольку себя называет Бог мужем, а Сион именовал женою, то по необходимости употребил в речи слово рвение. А так называл себя и вначале, говоря, я есть Господь, Бог твой, Бог ревнитель, огонь истребляющий. Так показав причину гнева, дает потом обетование о благах. Так говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины и гора Господа Саваофа горою святыни. Прообразовательно сбылось это по созданию храма за Рававелем. Истину же пророчества дознали все по воплощению нашего спасителя. сверх сверху обещает Бог что даст городу множество жителей и продолжит жизнь их до глубокой старости. опираясь на жезлы будут ходить они по торжещу и сидеть в обычных собраниях, улицы же наполняются играющими отроками, что обыкновенно бывает в городах многолюдных. Ибо сие выразил Господь сказав так говорит Господь Саваоф опять старцы и старец будут сидеть на улицах в Иерусалиме каждый с посохом в руке от множества дней. И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами играющими на улицах его. Потом уверяет в словах сих ручаиством своим могуществом. Так говорит Господь Саваоф если это в глазах оставшегося народа покажется дивным в одни сии то неужели оно дивно и в моих очах говорит Господь Саваоф. Хотя вы взирая на собственную свою малочисленность и нищету не восприемлете надежды иметь эти блага однако же познав могущество дающего обетования надлежит вам не сомневаясь приять сказуемо и веровать что народ мой вполне сподоблю спасение собрав его отовсюду возвращу в отечественную землю и соделаю что явление мое в Иерусалиме будет делом обычным ибо сие сказует Богу пророка и приведу их и будут они жить в Иерусалиме и будут моим народом и я буду их Богом в истине и правде народ назовется моим народом а я не во лжу как древле но поистине и правде так говорит Господь Саваоф укрепите руки ваши вы слышащие ныне слова сии из уст пророков бывших при основании дома Господа Саваофа для создания храма находя для себя утешение в моем обетовании с полным упованием созидайте храм Божий чтобы в нем совершать законные службы и приимать дары божественной благодати ибо прежние дни тех не было возмездия для человека ни возмездия за труд животных ни уходящему ни приходящему не было покоя от врага и попускал я всякого человека враждовать против другого когда не родили во строении храма бесполезен был труд человеческий не давало выгоды и плата за скот но все и отлучающиеся и дома остающиеся пребывали в непрестанном страхе за нерадение ваше о божественном возбуждал я у вас между усобиями тежи теперь же видя ваше тщание охрама здания предпочтительно перед всеми другими дам вам дар мира насладитесь же и плодами земными преподаваемых обильно свыше дождя и будет как вы дом Иудин и дом Израилев были проклятием у народов так я спасу вас и вы будете благословением не бойтесь да укрепятся руки ваши у людей в обычае проклиная выставлять на вид подпавших бедствием и говорить да потребить подобное тому что потерпел такой-то и желая кому-либо добра приводить на память сподобившихся Божие благословения ибо так говорит господь Саваоф как я определил наказать вас когда отцы ваши прогневляли меня говорит господь Саваоф и не отменил так опять я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину не бойтесь как доказал я говорит Бог что угрозы наказанием были истины так приведу в исполнении благие смотрения так обнадеживая снова увещевает быть добродетельными и открывает что должно им делать вот дела которые вы должны делать говорите истину друг другу поистине миролюбно судите у ворот ваших и прежде всего повелевает чтить истину ибо говорит истину каждый искреннему своему потом утяжившись о чем нибудь приводит к миру суд мирен судите во вратах ваших изгнать же из сердца злопамятность никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего и ложные клятвы не любите ибо все это я ненавижу говорит Господь а клянущиеся додержат твердо клятвы и ненавидят ложь говорит Бог потом поскольку выше говорил что не получает никакой пользы от поста а сказал это ради думающих что одним постом можно служить Богу то обучив их всем видом добродетели вместе с тему законяет и пост так говорит Господь Саваоф пост четвертого месяца и пост пятого и пост седьмого и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством только любите истину и мир явно же что посты именуют четвертым пятым седьмым не по дням седмицы но по месяцам почему присоединил и десятый постясь говорит не печальтесь о том что воздерживаетесь от пищи а веселитесь по причине пользы доставляемой изнурением тела и при посте и без поста будьте расположены к истине и к миру при всем должно знать что другие толковники разумея Акилу Симмаха и Феодатиона не говорят держать пост четвертый и пятый и седьмой и десятый но все трое согласно упоминают о посте четвертого или пятого или седьмого или десятого а из этого явно что Бог заповедовал пост четвертый и пятый и седьмой и десятый месяц так говорит Господь Саваоф еще будут приходить народы и жители многих городов и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа и каждый скажет пойду и я и будут приходить многие племена и сильные народы чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалим и помолиться лицу Господа Иерусалим будет столь славен и знаменит что жители других городов приходя один к другому станут друг друга увещевать и побуждать к благочестию чтобы оставить все что не есть в руках идти вместе в этот город и взыскать благоволение Божие и каждый скажет иду и я и отправлюсь с вами сделает это не только ведущие роды свой из Иерусалима но и иноплеменные народы желав воспользоваться Божьей помощью и в малом виде исполнилось это по совершении храмоздания за Рававелем а по прошествии во плоти пришествии во плоти Бога и Спасителя нашего можно видеть что вся земля и море стекается в тот город и желает видеть места спасительных страданий согласно с этим и присовокупляемое так говорит Господь Саваоф будет в те дни возьмутся десять человек из всех разноязычных народов возьмутся за полу иудея и будут говорить мы пойдем с тобою ибо мы слышали что с вами Бог так священных апостолов которые род свой вели от иудеев вожелали сподобившиеся призвания язычники веруя что через них улучшает спасение так богомудрого павла вожелали филиппийцы сесовники коринфян и все народы так блаженный анисифор пришел в Иерусалим чтобы воздать Павлу долг в служение так блаженный Тит и Трофим последовали за ним даже в крайних опасностях если же и по возвращении иудеева из вавилона некоторые из истинников удивились необычайности освобождения уверовали что бог их есть бог истинный и последовав за некоторыми из иудеев желали дознать от них истину то сие не вредит сказанному нами а более служит подтверждением истины ибо ветхозаветнее было прообразом того что у нас а подобно надлежит иметь сходство с первообразом посему если истина слово сие в отношении к иудеям то истина и сказанная нами потому что бывшие с иудеями есть тень совершившегося с нами но возвратимся к истолкованию следующего по порядку глава 9 Захария пророческое слово господа на землю Хадрах и на Дамаске оно остановится ибо око господа на всех людей как и на все колено Израилевы Акила же перевел и на Дамаске покои его и на Имаф смежный с ним на Тир и Сидон ибо он очень умудрился и в Имафе сопредельном ему посему пророк предсказывает что Исии древние злощастивые города Адрах и Дамаске Имаф принесут жертвы Богу освободившись от прежней прелести потому что презирающий на всех людей а не на одни колена Израилеву попечется и о них Адрах есть город Аравийский а Имаф называется ныне Эпифанией но божественное писание именует Имафом великий Эмис эти-то города озарившись светом боговедения будут делать что должно и устроил в себе тир крепость накопил серебра как пыли и золото как в уличной грязи вот Господь сделает его бедным и поразит силы его в море и сам он будет истреблен огнем увидит это скалон и ужаснется и газа и вострепещет сильно и окрон ибо посрамится надежда его не станет царя в газе и оскалон будет необитаем чужое племя будет жить в азоте и я уничтожу высокомерие селестимлян кир и седон говорит пророк величайшийся богатством и надеющийся на твердые ограды преданы будут бедствием всякого рода потому что иное в них потопит разлившееся море а иное будет пожжено огнем когда Бог всяческих произнесет на них этот приговор а слово Господь наследит их имеет такое истолкование поскольку сами себя устранили они от Божия о них попечения то опытом изведают Божью силу Аскалон 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 Имя будет жить в Азоте, и я уничтожу высокомерие филистимлян, и сторну кровь из усть его, и мерзости его, и зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет как тысяченачальник в Иуде, и не крон будет, как и в усей. Поэтому неспосылаемые Богом в разумление есть матерь благих дел, потому что вследствие того и иноплеменники, как сказал пророк, оставили прежние беззакония и злочестия, приняли же Богопознание. Это же выразил пророк, немедленно присовокупляя, и оставятся из сии Богу нашему, достанутся, и будет как тысяченачальник в Иуде, и крон будет, как и в усей. Ибо возгнушавшись жертвами идольскими, которыми прежде были преисполнены, подчинят себя Божию о них попечению, и присчисленные к Иуде отличаться подобно неким тысячникам, и соделаются равночестными обитателям Иерусалима. Этих-то пророк назвал Иевусеями, потому что Иерусалим именовался древле Иевусом. И я расположу стану дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне моими очами я буду взбирать на это. «Храм мой соделаю славным, и народ мой исполню силы, так что враги, осмеливающиеся напасть на него, претерпев от него наказание, не возвратятся, и не увидят домов своих, другие же, увидев их бедствие и убоявшись, останутся в домах, и не отважатся нападать на этот народ, потому что мне благоугодно в настоящее время иметь о них это попечение». А это пришло в исполнение и при Маккавеях, в военачальство Иуды, Иоаннафана и Симона, потому что по одержанию победы поработили себе города иноплеменников, вместо них населили иудеями, и сделали, что даже из самых иноплеменников многие познали благочестие. Но точное событие пророчества оказалось по пришествии нашего Спасителя, потому что ныне, отрекшись от прелести идольской, и оскалониты, и аккарониты, и прочие иноплеменники прияли свет боговедения, и кому из них достался жребий пасторства, те отличаются подобно неким тысячникам и военачальникам. Поэтому Всесвятой Дух, правозвестивый это, указывает и причину этих благ, и взывает устами пророка. «Ликуй от радости тщерь Сиона, торжествуй тщерь Иерусалима, все, царь твой, грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Это ясно истолковано самыми событиями, потому что пришел предреченный пророком царь, и своей праведности истребил грех, своей кротости сокрушил гордыни дьявола, и, употребив в дела ослинного жеребца, имеет поклонниками царей, которые ездят на золотых и драгоценными камнями в убранных колесницах. А всем жеребце предвозвещает и блаженный Яков, говоря, привязывает к лозе, к лозе жеребя свое. Бытие 49.1 «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». «Все это мерностью вводясь, царь всячески сказанного пророка истребит колесницы от Ефрема и коней от Иерусалима, сокрушив их дерзость и безумное царство. Потребил же и лук, бранный посредством римлян, и множество мира даровав народам, и достаив удобство проповедникам истины. «Ибо как скоро стало одно, царство прекратились междоусобные восстания, целой вселенной водворился мир, небоязненно потекли апостолы, которым верена была проповедь благочестия, и, обходя вселенную, уловляли людей в жизнь». «И что всего необычание, вседший на жеребца, не имея где главу подклонить, как скоро восхотел, возобладал всей землей и морем, сие предвозвестило и пророческое слово». «Что до тебя? Тогда истреблены колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли». «А я дивлюсь тупоумии иудеев, с крайним бесстыдством осмеливающихся прилагать это пророчество к Зарававелю. Они сами сознаются, что Зарававеля владел даже не всею Палестиной, а одной только иудею. Пророк же предсказал, что вседший на жеребца будет обладать целой вселенную. Притом знаем, что Господь воссел на жеребца, чтобы сделал это Зарававель, да ныне сказал того ни один из писавших о делах божественных. Поэтому, если владыка Христос по пророчеству воссел на жеребца, а также возобладал вселенную, если о нем верует и проповедует, что он Бог истинный, если он сокрушил царство Ефремова и Израилева, то о нем предвозвещал сие пророк, и пророчество сие ясным образом исполнилось, осин согласно и присовокупляемое, а что до тебя, ради крови завета твоего я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды. Ибо тех, которых искупил и освободил ты драгоценную своей кровью, тех, освободив изо рва неимущего воды, послал ты со спасительными твоими заветами проповедовать всем свободу. А подорвом этим, кто хочет разуметь или вечную смерть, или идольскую прелесть, тот не погрешит против истины. Ибо и устами Иеремии, говорит Бог всяческих, два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, и высекли себе разбитые водоемы, которые не могут держать воды. Так пророк назвал многотрудное и бесполезное служение идолам, потому что, утомляя себя этим служением, не приобретали от того люди никакой выгоды, губили же истинную жизнь. И их, бывших узниками в этом рове, разрешив и изведшие вон, и драгоценной своей крови даровав им свободу, владыка Христос послал на путь жизни, дав им новый завет. Сверх этого говорит еще пророк, возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Ибо вместо тех тяжких уз обложила тебя другими приятнейшими узами любви моей, научив тебя при мне пребывать неотступно, мои изучать законы, быть под твердым охранением моей попечительности, и вместо прежнего плена наслаждаться вместе свободою и жизнью. Ибо об этом сказано у пророка, сугубо воздам тебе вдвойне. Ибо как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ротоборца. Иуда и Ефремом называют тех, которые ведут от них род, и которых ополчил на чадо еленское, дав им оружие неплоское, но сильное Богом на разрушение твердынь, чтобы низлагать ими человеческие помышления и всякое возношение, восстающее на разум Божий, и принять всякий ум в послушание Христу. О них сказал, лук их напряг, и осижу, как меч ратника. Через них сокрушил суетное ухищрение философов, через них научил вселенную благочестию. О них пророческое слово говорит так, стрелы твои, заощренные, сильны в сердце врагов царя. Но как в образе исполнения свое имело пророчество сие и про македоняна, потому что чадо Сионовы, устремившись на сынов Еленских, многие тысячи македонян обратили в бегство, и воздвигнув победный памятник, возвратились победителями, и восстановили разоренный жертвенник. Совершили же это, потому что поборал и подавал им неодолимую помощь Бог всяческих, сие говорит и пророк, стих 14, 9 глава Захарии. И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела Его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Восхотев отмстить им, оглушит их громами, устрашит молниями облака, употребив, как бы некие пращи, поразит камнями града и засыплет ими. Господь Савоов будет защищать их, и они будут истреблять и подтирать пращные камни, и будут пить и шуметь, как бы от вина, и наполниться, как жертвенные чаши, как углы жертвенника. То есть победа доставит им величайшее удовольствие, ибо не о питьи человеческой крови говорит Бог. Да и мог ли сказать это, что жившим и до закона и под законом воспрещал вкушать даже и кроссы животных. Исполнит, как углы жертвенника, то есть приношениями из военной добычи. И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой. Ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его. Потому что ради святых спасет Бог и прочих, и как овец своих избавит от нападающих зверей. О, как велика благость его, и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отраковиц. Глава десятая. Захарии. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле. Он, говорит пророк, подает и пшеницу, и вино. Так что и юноши укрепляются пшеницей, и девы почерпают веселье в вине. Потому что вино упомянуто здесь во значении веселья. Поэтому, зная это, и раннего, и позднего дождя, просите во время у того, кто может дать их. Потому что он и дождя податель, и виздитель всего.